Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в семье» в студии Инна Румянцева. Сегодня я предлагаю поговорить о профилактике преступности несовершеннолетних. Каковы причины, толкающие молодежь на противозаконные действия? Есть ли способы уберечь трудных подростков от совершения преступлений? И какие структуры этим занимаются? Разобраться в этих вопросах нам поможет заместитель прокурора Куйбышевского района города Самары Алексей Фомин. Здравствуйте, Алексей Павлович! Здравствуйте! Алексей Павлович, прежде всего, в чем особенность подростковой преступности как явление? Знаете, в понятии подростковой преступности скрыты два термина. Прежде всего, это преступность и сам несовершеннолетний преступник. Определений преступности бесчисленное множество. Каждый трактует это социальное явление по-своему. Прежде всего, преступность – это форма социального поведения людей, нарушающая нормальное функционирование общественного организма. Но такими нарушениями являются не только преступления, а также и аморальные поступки, и то, что называют отклоняющимся поведением. Из всех нарушений преступность наиболее опасна для общества. Преступность является, безусловно, отрицательным социально-правовым явлением существующим в человеческом обществе, имеющим свои закономерности, количественные, качественные характеристики, влекущие негативные для общества и людей последствия, требующие специфических государственных и общественных мер контроля за этим явлением. Обязательное условие – привлечение лица к уголовной ответственности достижением определенного возраста. Лицо является субъектом преступления, соответственно, и может быть привлечено к уголовной ответственности, если оно в момент совершения преступления достигло 16 лет. Таково общее правило. В то же время за ряд тяжких преступлений, например, убийства, грабеж или изнасилования, закон устанавливает уголовную ответственность и с 14 лет. Я могу допустить, что сам факт юного возраста дает подросткам ложные надежды избежать наказания за совершенные правонарушения или преступления. Но, как выясняется, это совсем не так. Вот если преступление совершено подросткам, не достигшим возраста уголовной ответственности, он вообще от нее освобождается или все-таки будет нести эту ответственность позже, возможно? Ну, как я ранее сказал, что от тяжести совершенного преступления и зависит возраст, с которого наступает самая уголовная ответственность. Если же, соответственно, не подросткам совершены преступления небольшой либо средней тяжести до того, как он достиг возраста уголовной ответственности, да, действительно, он не привлекается к уголовной ответственности. Его берут, так сказать, на карандаш органы системы профилактики, подразделения по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних. Родители привлекаются за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей к административной ответственности. Ну и бывает случай, что и к уголовной. Но об этом далее. А какова ситуация с преступностью среди несовершеннолетних в поднадзорном вам районе, в Куйбышском? Ну, в Куйбышском районе уже второй год наблюдается тенденция по снижению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними преступниками. Если в 2022 году таких преступлений было зарегистрировано около 40 на территории района, в 2023 году их уже зарегистрировано всего 22, то есть таким образом снижение составило около 45%. Это высокий процент. А чем вы это можете объяснить? Принимаемыми мерами координационного надзорного характера, то есть наставляем органы системы профилактики на верный курс в работе по профилактике именно этого негативного социально-правого явления. А какие факторы могут подвигнуть несовершеннолетнего совершить преступление? Ну, в повседневной жизни возникает множество каримногенных ситуаций. Они связаны с преступлениями как корыстными, так и некорыстными. Против личности бывают преступления против жизни и здоровья. Жизнь в целом богата различными эксцессами, на которые косвенно влияет наша рассеянность, непредусмотрительность, легкомыслие. Но прежде всего, вот пять основных причин. Это в первую очередь непосредственно отрицательное влияние семьи, то есть существенные дефекты семейного воспитания проявляются в переходе на преступный путь конкретных подростков. В большинстве случаев преступлений, совершенных несовершеннолетними, установлено наличие прямого отрицательного влияния правонарушающего поведения стороны родителей и других старших членов семьи. В частности, это связано с злоупотреблением алкоголем, с грубостью и жестокостью в семье, тунеядством, то есть таким образом жизни, несоответствующим легальным доходам. Низкая культура в таких семьях во многом обуславливает противоправное поведение самих родителей или неправильное воспитание ими своих детей. Второе – это отрицательное влияние в ближайшем окружении, как бытовом, так и учебном, и в некоторых случаях трудоспособные подростки тоже есть, и в производственном коллективе тоже может быть негативное влияние наступать. Эта причина особенно значима в связи с стремлением несовершеннолетних включиться в группу для совместного времяпрепровождения. То есть, дорожа пребыванием в такой группе, попав туда, они стремятся подражать лидерам данных групп, быть на них похожи внешне и по поведению. Наряду с прямым разлагающим воздействием пьяницы-хулиганов отрицательное влияние на поведение подростка могут оказать наблюдение подросткам действий и ситуаций порождающих. У него неправильное представление о допустимости, безнаказанности преступных действий определенного вида, а также действия свидетельствующих о разрыве между словами, преступками, проступками воспитателей. Третье – это подстрекательство в стороны взрослых преступников. Четвертое – длительное отсутствие определенных занятий у несовершеннолетних, оставивших учебу, фактически их безнадзорность и беспризорность. И пятое – до сих пор еще сохраняется… Я могу догадаться, пьянство, наверное, среди подростков. Да, действительно верно, это пьянство. А скажите, какие механизмы предусмотрены законодательством по превентивному противодействию вот всем этим вышеуказанным проявлениям? Прежде всего, это предупреждение о совершении преступлений несовершеннолетними. Вышеуказанные факторами, которые становятся причинами совершения преступлений, государство борется наиболее жесткими способами. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд статей. В частности, в отношении нерадивых родителей, грубо обращающихся с детьми, не желающих заниматься их воспитанием на должном уровне, может быть примена статья 156 Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. За указанные преступления лицо может принести ответственность в виде трех лет лишения свободы. За подстрекательство на равное вовлечение совершеннолетних в преступную деятельность ответственность предусмотрено статьей 150 Уголовный кодекс Российской Федерации. Причем, любое лицо, достигшее 18-летнего возраста, которое не имеет проблем, соответственно, с состоянием своего психического здоровья, нормально развитый человек, может быть привлечен к уголовной ответственности по указанной статье. В зависимости от тяжести преступления, в которые вовлекает совершеннолетний несовершеннолетнего, зависит и уголовное наказание. К примеру, если лицо совершеннолетнего возраста вовлекает несовершеннолетнего в преступление небольшой, либо средней тяжести, то есть в преступление наказание, за которое не превышает трех или пяти лет, то оно само может быть привлечено к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Если же указанное действие совершено родителям, либо лицо, которое обязано осуществлять свои функции по воспитанию данного лица, то есть обязанность по его воспитанию. Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность до 6 лет уже лишения свободы. Таким образом, указанное преступление по своей сути уже является тяжким преступлением, то есть на заметку некоторым родителям. Если же подростка заставляют совершить преступление путем угроз, под каким-либо предлогом, то принуждают, то есть уже наказание 7 лет лишения свободы. Если же, вне зависимости от обстоятельств, совершеннолетнее лицо вовлекает несовершеннолетнего в совершение тяжкого, либо особо тяжкого преступления, то есть за наказание, за которое предусмотрено уже 6 лет и больше, то само такое лицо может принести ответственность в виде 8 лет лишения свободы. Это серьезно? Да. В борьбе с пьянством тоже уделяем достаточное внимание. Ну вот скажите, чем может закончиться для продавца реализация подростком спиртного? Ну, государством проработан механизм борьбы со сбытом алкогольной продукции несовершеннолетним неразивыми продавцами, которые за лишние пару сотен выручки готовы реализовывать алкогольную продукцию подросткам. При этом государство дает шанс вовремя одуматься, если факт продажи спиртного несовершеннолетнему зафиксирован органами правопорядка впервые, лицо привлекается лишь к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. Если же продавец, будучи уже ранее привлечен к административной ответственности за такие действия, продолжает реализацию спиртного подростка, он привлекается к уголовной ответственности по статье 151 с назначением 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание по данной статье, хоть и небольшое, может быть назначено до одного года исправительных работ, но в качестве дополнительного наказания может быть запрещено данному лицу заниматься деятельностью, связанной с реализацией продукции на срок до 3 лет. И в целом, то есть, достаточно внимания данной проблеме уделяется проблеме пьянства и наркотизации. Целых две статьи предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации, направленные на исключение факта потребления алкогольной либо наркотической продукции несовершеннолетними. Да, вот давайте чуть подробнее о мерах, принимаемых по профилактике потребления наркотических средств среди подростков. Ну, профилактика развития наркозависимости среди несовершеннолетних не может обеспечиться усилиями только медицинской службы. Необходима совместная деятельность врачей, педагогов, правоохранительных органов и широкой общественности. С своей стороны, государство, оно достаточно жесткие условия поставило для лиц, которые пытаются вовлекать несовершеннолетних в потребление наркотических средств. Ответственность за указанные действия наступает по статье 230, части 3, в отношении таких лиц. Санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет, даже если такое действие совершается впервые. Большое значение для профилактики наркомании имеет санитарно-просветительная работа среди детей и подростков, несмотря на все карающие методы, меры в виде уголовного наказания. Прежде всего, это просветительная работа. Информировать нужно детей. Конечно. Представители наркологической службы проводят семинары, лекции по антинаркотической тематике среди преподавателей средних школ, высших учебных заведений. Они обучают педагогический состав простейшим приемам выявления различных видов опьянения, формируют соответствующую настороженность, рассказывают о тяжких социальных медицинских последствиях наркомании. Эту пропаганду нужно вести умело, дифференцированно, без формализма. Она ни в коем случае не должна стимулировать нездоровый интерес подростков к обсуждаемому предмету. В тех случаях, когда врачи проводят беседу непосредственно в подростковой аудитории, необходимо помнить, что подростки являются весьма сложной аудиторией. Как правило, они не прощают фальши, дилетантского какого-либо подхода. При этом подростки стремятся улечить лектора в непрофессионализме. И однажды, сделав это, в дальнейшем теряют доверие ко всей исходящей от него информации. Поэтому, если уже такие субъекты профилактики готовятся к выступлению в школе, то это должно быть не дежурное зачитывание. Не для галочки. Да, не для галочки, а именно желательно с красочными примерами, с желанием именно по-честному донести до подростков о вреде наркотических средств, алкогольных веществ. Ну и как на практике это удается? С самими ребятами у вас требованы такие встречи? Вот вы что можете об этом сказать? Да ну да. Подходят, может быть, вопросы задают, проявляют интерес какой-то? Да, задают вопросы, очень им нравятся, когда именно конкретные примеры, свидетельствующие о тяжелых последствиях употребления наркотиков. Очень убедительно выглядят сообщения о тяжелых отравлениях, смертельных исходах, о передозировках наркотиков, которые все-таки заставляют задуматься. Что это не игрушки? И сюда пришли тебе об этом рассказывать не потому, что ты там кто-то их заставил, а потому, что действительно они хотят спасти, возможно, тебе жизнь в будущем. Алексей Павлович, а какова роль прокуратуры вот в этой профилактической работе? Ну, органы прокуратуры координируются деятельностью всех органов системы профилактики, поэтому мы здесь выступаем как координаторы. Как связующее звено. Как связующее звено, которое должно заставить, наставить все органы, которые будут... Подсказать? Да, подсказать все органы, что им делать, в каком порядке и... И в какой взаимосвязи. Да, да. Тогда скажите, какие структуры относятся к органам профилактики? Ну, органам системы профилактики, да, относятся прежде всего... К комиссии по делам несовершеннолетних. Несовершеннолетних, учреждения социального обслуживания, органы опеки, попечительства, органы внутренних дел, также образовательные организации, медицинские организации, все относятся к данной системе. Давайте вот на этих всех органах как-то остановимся поконкретнее. Ну, вот скажем, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Что входит в задачи этой комиссии и как она их реализует? Ну, в целом, в задачах комиссии по делам несовершеннолетних, ну, относится конкретная эта профилактика, как ни странно звучит, правонарушений, преступлений. Да, то есть функции, которые они выполняют, это непосредственная прямая работа с несовершеннолетними, с их родителями, посредством проведения личных собеседований, совещаний. Разрабатывают для каждого трудного подростка индивидуальные планы, то есть как выйти из этого кризиса, в который попал подросток. Занимаются они рассмотрением также и дела об административных правонарушениях. Занимаются с родителями, допустим, чьи дети не желают посещать учебные заведения, то есть родители не могут их ориентировать, заставить, ну, получать образование. То есть в целом это... Насколько вот я знаю, отделы по делам несовершеннолетних работают с группами антиобщественной направленности, да? Есть такие группы, что они себя представляют? И как вот ведется эта работа, и, наверное, по разобщенности в том числе этих групп? Ну, группами антиобщественной направленности, это является просто, так сказать, скоплением молодежи, группы, у которых распределены определенные роли, они живут... Как стая. Как стая, да. Кто-то выполняет лидерские функции. Вот, работа по разобщению таких групп действительно проводится, и это необходимо. Этим занимаются в основном органы полиции, то есть подразделения по делам несовершеннолетних, потому что любая такая группа вполне возможно в будущем может стать той самой уже не просто группой антиобщественной направленности, а преступной группировкой. Да. То есть когда они повзрослеют, закоренеют, соответственно, уже появится ресурс какой-либо в их руках. Удается разобщать эти группы? Да, конечно, удается разобщать такие группы, то есть и у нас на территории района там эта работа проводится посредством также профилактических бесед, при... то есть... То есть инспекторы по делам несовершеннолетних вникают в каждую группу, то есть разбираются с их схемой взаимодействия, да. То есть такая индивидуальная, очень скрупулезная работа проводится. Ну да, 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 то есть по сути как внедряются, разбираются, устанавливают, кто главный, и всякими разными способами, но и законными, и легальными разобщают их. Ну самое главное, что это работа. Инвестируют детей заниматься там в секциях, в кружках, каким-то спортом, то есть чтобы время на вот эту деструктивную деятельность у них не оставалось. Эту энергию да в хорошее русло переводят. Да, где-то просто достаточно до родителей довести, что ребенок, может, он сам того не понимает. Куда его тянет, он даже и не осознает. Да, достаточно просто мешать стороны родителей. Большая роль отводится деятельности органов опеки и попечительства вот в этой профилактической работе. Как эти органы справляются с своей работой, насколько успешно они взаимодействуют с другими органами системы профилактики? Потому что я знаю, что было время, когда вот именно не хватало вот этого взаимодействия. Нет, в настоящее время достаточно успешно все органы между собой взаимодействуют, то есть под руководством, так сказать, координаторством прокуратуры непосредственно. Основной задачей, которую органам опеки и попечительства относятся, это выявление именно детей, находящихся в социально опасном положении. Неблагополучные семьи? Да, неблагополучные семьи, их нужно своевременно выявить. Уделить им внимание? Уделить им внимание, поработать непосредственно не только с детьми, но и с родителями, которые по разным причинам могли начать злоупотреблять алкоголем, наркотическими средствами, потеряли работу и после этого потеряли, в принципе, интерес к трудовой деятельности, начали заниматься тунеядством. То есть по ходу работы приходится еще иногда и помогать родителям этих детей? Конечно. Их основная функция – это именно поддержание здоровой атмосферы в семье. То есть не только по отношению к ребенку, но и к родителям. Скажите, а сколько в Куйбышевском районе трудных подростков на учете стоит? Ну, по состоянию на 1 апреля, то есть на отчетный период, всего трудных подростков в Куйбышевском районе около 60 человек. Но в этом году, несмотря на то, что у нас достаточно такое значительное количество данных подростков, в этом году у нас наблюдается, опять же, снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. То есть если в прошлом году за первый квартал было таких 5 преступлений зарегистрировано, то в текущем году всего 3. То есть, да, и эта тенденция, я надеюсь, будет продолжаться там, и со временем хотелось бы, чтобы вообще удалось искоренить ее. А скажите, что значит профилактика рецидива? И вот что показывает практика, насколько эффективна эта работа? Профилактика рецидива, она прежде всего предупреждает рецидив подростков, которые ранее уже совершали преступления, привлекались к уголовной ответственности, и непосредственно их уже нужно помочь им вновь оградиться от этой ситуации, когда они имеют реальную возможность вновь отправиться в места лишения свободы. Кто этим занимается? Этим занимаются также непосредственно органы системы профилактики, туда относятся уже, если лицо привлекалось к уголовной ответственности, то уголовно-исполнительные инспекции, которые наблюдают за данным лицом, органы полиции также. Я так думаю, что эти службы, эти люди организуют и трудовое, и бытовое устройство этих вот несовершеннолетних, да, которые освободились из мест лишения свободы? Да, действительно. Самое главное это принимать определенные меры к недопущению ситуации, когда несовершеннолетний, то есть настолько уже становится закоренелым преступником, что у государства не остается другого выхода, кроме как о направлении его места лишения свободы. То есть необходимо осуществлять предупреждение, устранение существующих нарушений нормальных условий жизни, воспитания несовершеннолетних путем надзора, контроля за соблюдение правых норм, регулирующих эти условия, оказание социальной помощи, поддержки, защиты в различных формах и современных для их восстановления. По сравнению источников неплорядного воздействия на условия жизни и воспитания несовершеннолетних, в том числе компенсация теневых сторон некоторых социальных явлений и процессов. То есть если ребенок находится на контроле ПДН, он там не должен становиться изгоем для его сверстников, то есть с ним также можно продолжать общаться, и это даже, вот эта социализация, она поможет ему встать на путь исправления. То есть в обществе с нормальными подростками, ну и проще, как говорится, исправляться. Вот о причинах, которые побуждают подростка на преступления, мы с вами поговорили. А какие преступления все-таки ребята чаще всего совершают? Преступления какие совершают? Ну, чаще всего это, как ни странно, кражи. То есть там процентов 90 это непосредственно кражи. Мелкие? Ну да, то есть там кражи из магазинов, возможно какие-то там... То, что плохо лежит. То, что плохо. Там велосипеды, аккумуляторы, возможно, то есть что можно там легко продать, там буквально там за... Ну, то есть как бы ничего серьезного, думают подросток. Да, ничего серьезного, с этого все начинается. Сначала просто кражи, потом кражи группы лиц, потом что-то куда-то в квартиру залезли, а это уже тяжкое преступление, которое влечет на реальное лишение свободы, то есть в местах, то есть для этих целей специально предусмотренных, там колонии, в том числе детские колонии. Не дай бог туда попасть. Ну да. Я думаю, что не последнее место в перечне преступлений, совершаемых подростками, занимает вандализм. Вот расскажите об этом, каковы основные причины детского и подросткового вандализма, и как с этим явлением бороться все-таки? Ну, в целом, да, подростки занимаются вандализмом, сами не подозревая о том, какой урон они наносят муниципалитету, государству. Городу нашему? Уродуют наш город? Да, уродуют город, действительно. Когда он с каждым днем и годом становится все краше, все прибраннее, это обидно наблюдать? Да, я согласен. Они зачастую сами не отдают отчет своим действиям. И государство, и органы местного самоуправления последние годы действительно огромную работу проводят по облагораживанию территорий. То есть появляется много очень зон активного отдыха, детских площадок всевозможных, придворовых территорий. И дети, они желают показать свою взрослость, свою независимость от кого-либо. Удаль где-то, да? Ну, да, молодецкую удаль, так скажем. Не придумывают ничего умнее, там, не как там продолжать это облагораживать своими силами, а как там все это сломать. Да, ну, ломать не строится. Ломать не строится, да, показать… И результат быстрый. …кто здесь хозяин. Да. А в целом вандализм – это преднамеренная порча, умышленное осквернение каких-либо материальных, либо духовных ценностей. То есть не только материальные, можно в это и мерить. Проявление вандализма приносит, ну, действительно громадный финансовый ущерб, как вы правильно заметили. Приводит к негативным социальным последствиям огромное количество затрат на ремонт в жилищно-коммунальной сфере приносится, приходится на ликвидацию последствий вандализма. Все эти разукрашенные стены, убитые стеклы… А как вы с этим боретесь, скажите? Прежде всего, я полагаю, что ребенок должен быть занят. То есть он должен посещать секции по интересам. Соответственно, там он будет социализироваться в определенных группах, с которыми ему интересно, с которыми у него общие интересы. И время у него на такую чепуху, как там ломать качели… Просто не останется. Да, у него просто не останется. Он будет занят полезным делом. Ну что ж, я желаю удачи всем органам профилактики детской преступности и правонарушений в этом непростом деле. Наше эфирное время подошло к концу. Алексей Павлович, я благодарю вас за разъяснение. Напомню, сегодня гостем в студии был заместитель прокурора Куйбышевского района города Самары Алексей Фомин. Очередной выпуск программы «Прокурор в теме» смотрите в следующий понедельник в 18.15. Как всегда, на телеканале «Самара ГИС». На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова